В прямом эфире телеканала Краснодар главные городские новости в студии Анна Володина. Здравствуйте! О важных событиях этому часу расскажу в ближайшие 30 минут и сначала коротко о главном. Выборы можно считать состоявшимися. Действующий губернатор Вениамин Кондратьев переизбран на новый срок. В контрольных городском и на краевом уровнях появились новые подробности об оценке пожара в музыкальном микрорайоне. Эстетики, все ярмарки покорные. В Краснодаре разработали единую концепцию оформления фасадов для городских рынков. Погодные капризы на неделю. Каким будет бабье лето в ближайшие будни и выходные, не пропустите прогноз синоптиков. Начну, пожалуй, с главной темы последних дней. Выборы позади, а значит, можно подводить итоги. Действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев переизбрался на новый срок. Об этом стало известно после обработки 100% протоколов. Глава региона набрал 82,97%. Второе место занял представитель КПРФ Александр Сафронов. У него 8,21%. Далее следует Иван Тутушкин на ТЛДПР с 4,36%. Денис Хмелевской от «Справедливой России» набрал 1,86%. Он на четвертом месте и замыкает пятерку представитель партии «Роста» Олег Лугин с результатом в 1,62%. Явка составила 68,69%. Информационный центр избирательной комиссии «Край» работал всю ночь. Данные непрерывно вводились в автоматизированную систему выборы. За время подсчета голосов в избирательную комиссию «Край» сообщений о нарушениях, связанных именно с подсчетом голосов, не поступало. Мы внимательно следили за сообщениями в сети интернет, связывались с коллегами, реагировали на ситуацию, разбирались с ней, если она требовала этого вмешательства, вмешивались. В целом, можно сказать, что процесс подсчета голосов прошел штатно, без особых замечаний. Выборы губернатора Кубани и депутатов в городскую думу Краснодара впервые проходили в течение трех дней. Жители могли проголосовать досрочно на придомовых избирательных участках. Кстати, трехдневное голосование на выборах муниципального и краевого уровней обусловлено сложившейся эпидемиологической ситуацией. В такой обстановке лучшего варианта для проведения воли изъявления жителей Кубани придумать сложно. Мы увидели единодушное голосование за тот курс, который проводит нынешняя региональная власть. И высокая федеральная оценка нынешнего губернатора и той команды, которую он сформировал, которая была дана до этого федеральными власями, в том числе и Мишустином, когда он приезжал в край. Она теперь подтверждена и населением. В связи с эпидемиологическими сложностями, которые у нас сейчас есть, в связи с пандемией, выборы в течение трехдневного периода также показывают свою надежность, так как они предоставляют каждому избирателю эпидемиологическую безопасность. Концентрация людей не такая большая на участках, если мы голосуем в течение трех дней. И это на самом деле очень удобно. Выборы прошли при неожиданно высокой явке, которая уже подтверждена и по краю, и по многим сельским муниципалитетам. В городе Краснодаре явка снижена от среднекраевой, но это тоже предсказуемо, потому что жители крупных городов, они обычно хуже ходят на выборы. Почему выросла явка? Первый момент – это растягивание срока выборов на три дня. То есть все, кто желал, они могли выразиться в другие дни. И я видел информацию, что почти 50% проголосовали уже 11-12 сентября. Напомню, начиная с прошлой пятницы и до воскресенья каждый житель города и края мог отдать свой голос за своего кандидата. Для этого не нужно было заполнять документы или иметь какую-то вескую причину. Между тем, к Краснодарскому краю сегодня приковано и международное внимание. Президент Белоруссии в этот понедельник прибыл с официальным визитом в Сочи. В аэропорту Александр Лукашенко по поручению Владимира Путина встретил губернатор Краснодарского края. Главы двух государств проведут в Олимпийской столице встречу. Она пройдет в формате один на один. И к другим новостям. Мы продолжаем следить за чрезвычайной ситуацией на улице Российской, где накануне произошел крупный пожар. Подробности с места событий прямо сейчас. С момента пожара на Российской прошли только сутки. Но за это время уже многое сделано. Крышу расчистили от сгоревшей кровли и деревянных конструкций. Они представляли огромную опасность для людей на земле и могли рухнуть в любую минуту. Разбирают завалы там, где еще несколько дней назад были 54 квартиры. Владельцев квартир возле дома сегодня немного меньше. Видно, что людям сейчас активно выдают их вещи, помогают пройти в квартиру. Благо сейчас это гораздо безопаснее, чем вчера. С крыши дома уже убрали остатки сгоревшей кровли, которые нависали над подъездами. И заходить в дом было элементарно опасно. Для сохранности имущества жильцов дом обнесли сплошным забором. Выставлена круглосуточная охрана. В сопровождении сотрудников МЧС и надев каски, люди небольшими группами попадают в свои квартиры. Многие даже не знают, что они увидят у себя дома. Не знаем, что нас ждет. Сейчас я сама стою в очереди попасть в свою квартиру, я не знаю, что меня там ждет. Массово собственников квартир в дом пока не пускают. Требования МЧС. Но работа по освобождению подъездов и лестничных клеток идет. Уже более суток строители, более 300 человек, работают над тем, чтобы максимально быстро освободить кровлю, подъезды от мешающих конструкций. И обеспечить безопасность гражданам, для того, чтобы граждане могли максимально быстро попасть в свои квартиры. Неподалеку расположился пункт сбора вещей для пострадавших. Множество небезразличных жителей Краснодара приносят одежду, обувь и средства личной гигиены. В основном приносят одежду. Женскую, мужскую, детскую. Ее уже чересчур. Требуется больше постельного белья, подушки, одеяло, бытовая химия. Сейчас пострадавшие от пожара остановились у друзей и родственников. Тех, кому пойти некуда, ждут в гостиницах «Кавказ» и «Москва». Проживание и питание там для них будет бесплатным. А пока люди ищут уцелевшие вещи и документы, следствие ищет виновных в пожаре, по счастливой случайности, не ставшим трагедией. Сотрудники прокуратуры не только расследуют обстоятельства случившегося, но и помогают погорельцам. В данном случае именно органы прокуратуры занимаются тем, что помогают людям, оказывают консультируетную и правовую помощь, в том числе и по восстановлению документов. По поручению прокурора края прием проводился как здесь, на месте происшествия вчера. Сейчас он проводится в гостинице «Кавказ» и «Москва», где размещенные погорели все временно. Уголовное дело по факту пожара уже возбуждено. Ведется следствие. По словам правоохранителей, причины пожара уже не так туманны. Роман Макропола, Евгений Литовко, Юлия Дайнега, телекомпания «Краснодар». Ситуацию с пожаром в многоквартирном доме по улице Российской в Краснодаре на личный контроль взял глава региона. Вениамин Кондратьев заявил, что в причинах возгорания будут детально разбираться. Скорее всего, здание было возведено самовольно. По проекту на последнем этаже в принципе не должны находиться квартиры. По моим предварительным данным, это на самом деле самострой. Самострой, который в 2012 году был узаконен судебным решением. И участь самострою, хотя мы сейчас делаем все, чтобы хоть как-то, они отвечали требованиям и безопасности, и всеми иным требованиям. Он один, это самострой. Слава Богу, что сумели эвакуировать жителей, но ведь последствия могли быть самые разные, в том числе и трагичные. Но вот кто должен нести ответственность, мы уже не раз говорили, за узаконивание этих самостроев, и до сих пор раздаются голоса, давайте продолжать эти самострои узаконивать, в том числе и судебными решениями. Вот это безответственность всего лишь навсего и тех, кто это узаконивал, и тех, кто призывает узаконить самострой и раздать его тем, даже дольщикам, которые говорят о том, что у нас хороший самострой, он у нас правильно построен. Вот правильно построенный дом, многоквартирный дом, когда он отвечает всем требованиям, когда он построен с разрешениями. Это уже не первый случай серьезного пожара в музыкальном микрорайоне. В 2017 году, напомню, на улице Прокофьева загорелся жилой дом. Тогда прокуратура установила, что он был построен самовольно. Если вы помните, это уже второй случай в том же самом микрорайоне, когда загорелся дом. Вот такой же дом, такой же самострой, также узаконенный судебным решением, и также почему-то никто не несет ответственность за то, что его кто-то построил, а потом кто-то и узаконил. Это уже второй случай безответственности, вот такой коллективной безответственности. Уже созданы комиссии для оценки ущерба от пожара, произошедшего в минувшее воскресенье. Губернатор заметил, что если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счет. Пожар на Российской был главной темой и на сегодняшней планерке в мэрии города. Жителям пострадавшего от огня дома предоставлено жилье. Делается все, чтобы наедине с несчастьем они не чувствовали себя одинокими. У нас уже значительный в части локализации, ликвидации последствий пожаров. Все дома восстанавливали. Безусловно, каждый человек, который пострадал у нас при пожаре и такой чрезвычайной ситуации, имел различные формы поддержки. Никого мы не оставляли в беде. Еще раз хочется обратить внимание, что гостиницы у нас предназначены для людей, пострадавших при пожаре, абсолютно бесплатные. Плюс мы включаем туда и трехразовое питание. Сгоревшая часть дома будет восстановлена. Сейчас рабочие разбирают кладку седьмого и мансардного этажей, которые пострадали от огня. Через какое-то время краснодарцы смогут вернуться в свои квартиры. Второй темой совещания стало окончание народного воли изъявления кубанцев. Изъявление окончательных итогов еще впереди, но уже известные результаты стали темой разговора на городской планерке. Выборы прошли на достаточно хорошем организационном уровне. Большинство избирателей города Краснодара поддержало Вени Ивановича Кондратьева, больше 64%. Приблизительный результат мы получили. И здесь хочется, конечно же, поздравить нашего руководителя. Почти все парламентские партии, которые участвовали в выборной кампании в городскую думу, будут представлены в городской думе Краснодара. Можно сказать, что партия «Единая Россия» по предварительным подсчетам голосов сохранит за собой большинство, порядка 75%. Остальные 25% приблизительно распределяются между другими парламентскими партиями. Как бы ни случилось, это лишь распределение. Цель у партии и их представителей в городской думе должна быть одна – работать на благо Краснодара и его жителей. Я напомню, вы смотрите «Краснодар сегодня» прямо сейчас. Ненадолго прервемся на рекламу, она будет короткой, не переключайтесь, впереди еще много интересного. Погодные капризы на неделю. Каким будет бабье лето в ближайшие будни и выходные? Не пропустите прогноз синоптиков. Эстетики, все ярмарки покорные. В Краснодаре разработали единую концепцию оформления фасадов для городских рынков. Юные и талантливые. В КТТУ подвели итоги конкурса рисунков и наградили пассажиров-художников. Вы смотрите «Главные городские новости». Продолжаем выпуск. Роспотребнадзор, чтобы обезопасить учащихся, временно переводит на дистанционный режим работы три краснодарские школы. Четвертую, 37-ю и гимназию номер 25. Предписание отдано в связи со случаями подозрения на коронавирус у заболевших среди педагогического состава учебного заведения. В ведомстве рассказали, что очное обучение в гимназии приостановлено до уточнения всех диагнозов, ориентировочно на полмесяца. Ранее стало известно, что родители учащихся получили сообщения от классных руководителей о том, что школа в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на две недели прекращает очное обучение. Тем не менее, именно как космическая стерильность можно описать состояние краснодарских школ, в которых еще вчера проводились выборы. После того, как тысячи взрослых посетили храм науки, детей просто так туда уже не пустят. Мало ли что избиратели могли и принести с собой, например, на верхней одежде или подошве обуви. Именно поэтому в дело вступают борцы с заразой в костюмах, напоминающих скафандры космонавтов. Так как наша школа участвовала в избирательной кампании, у нас были развернуты три избирательных участка. По прохождению выборов были приглашены сотрудники Роспотребнадзора для того, чтобы провести санитарную обработку помещений в целях профилактики инфекционных заболеваний. После такой обработки беспокоиться не о чем, все чисто и практически стерильно. А это значит, что ни одна бактерия или вирус не смогут повлиять на плотный учебный план и расписание школьных звонков. Очень хотелось бы, чтобы так и было. Снова и снова почти ни дня не обходится без информации о новых зараженных ковидом. Вирус пока не собирается ослаблять свою хватку. За сутки в Краснодарском крае выявили еще 92 случая и 41 в краевой столице. На втором месте по количеству заболевших опять в Сочи. Там 11 человек узнали о том, что больны. В краевой столице среди зараженных два двухмесячных ребенка увеличилось и число жертв коронавируса. Еще четыре пациента не смогли справиться с болезнью. Один из них скончался в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара. Становится больше тех, кто одолел заразу. В регионе выздоровели еще 32 человека. А теперь о хорошем. Погода на этой неделе принесет краснодарцам сюрпризы. Однако с понедельника по пятницу жителям кубанской столицы переживать не стоит. Осадков не прогнозируется. Атмосферное давление в пределах нормы будет практически безоблачно. Температура воздуха до пятницы будут сохраняться на отметках близким к 28-30 градусам в дневные часы и в ночные часы на отметках плюс 18-20 градусов. Ветер до пятницы будет преимущественно северо-восточных направлений средней скоростью 6-11 метров в секунду. В дневные часы пары ветра могут составлять порядка 14-15 метров в секунду. А вот на выходные в столице края ожидаются резкие изменения погодных условий. Атмосферное давление понизится. На этом фоне пройдут кратковременные грозовые дожди. Краснодарцам следует подготовить одежду потеплее. Ожидается серьезное понижение температуры воздуха. В дневные часы столбик термометра поднимется не выше 16-18 градусов. В ночные часы температура составит 14-16 градусов по Цельсию. Ветер поменяет свое направление на западное со средней скоростью 5-10 метров в секунду. А при грозе возможны порывы до 15-17 метров. Идем далее. Красиво, эстетично сдержанно. А именно так в скором времени будут выглядеть городские рынки и ярмарки. Единую концепцию оформления разработали в Краевом департаменте потребительской сферы и регулирование рынка алкоголя. Единая концепция создана для повышения привлекательности объектов. Брендбук позволит обновить рынки, сделать их конкурентно способными и современными. А также поможет организаторам при проектировании новых и модернизации имеющихся ярмарок. Роман Куриный добавил, что концепция продумана до мелочей. Учтены предложения самих организаторов с целью создания комфортных условий для продавцов и покупателей. Также в проекте указан перечень стройматериалов. Использование которых поможет собственникам возвести объекты. Общее оформление затронет все форматы рыночных и ярмарочных объектов. За исключением фермерских двориков, социальных рядов, придорожных и ярмарок выходного дня. Отмечу, в среднем доля продажи на них в обороте розничной торговли региона составляет порядка 9%. В год реализуется продукция на сумму около 110 миллиардов рублей. В Краснодарской гимназии номер 92 открыли мемориальную доску памяти героя России Александра Аверкиева. Торжественная церемония собрала представителей Главного управления Росгвардии по краю, педагогический коллектив и учащихся гимназии. Подробности этого исторического момента в нашем следующем сюжете. Почетное право открытия предоставили подполковнику запаса Леониду Стеркину и командиру отряда юнормейцев Егору Зарубину. Открытие мемориальной доски – это не только дань памяти герою. Это и воспитание чувства патриотизма у школьников его примером отваги и смелости. Наши дети, как всегда, все годы во все времена в России были патриотами. Оно впитывалось уже с молоком матери. И поэтому продолжать мы обязаны воспитывать детей так, чтобы у нас таких, как Аверкиев, было больше, больше и больше. Александр Аверкиев погиб при исполнении воинского долга в 2000 году на Северном Кавказе. Во время засады он сражался до последнего. Своими действиями помог сослуживцам выйти из окружения. За это Александр заплатил собственной жизнью. Указом президента России за мужество и героизм рядовому Аверкиеву посмертно присвоено высокое звание Героя России. Силы были неравные. Александр опять занял свое место. И огнем пулемета начал сдерживать боевиков. Этим самым он помог остальным военнослужащим занять позиции. В данный БТР боевики выпустили несколько снарядов и только пулемет замолчал, когда погиб Александр. Присутствующие на церемонии почтили память Героя России минутой молчания. А затем под звуки оркестра Краевого главного управления Росгвардии возложили цветы к мемориальной доске. Денис Сенькин, Оксана Ехимович, телекомпания «Краснодар». Пришло время проверить, кто и как учился на дистанционке. С сегодняшнего дня и по 12 октября школьники с 5 по 9 классы будут писать всероссийские проверочные работы по программе предыдущего учебного года. Напомню, что из-за дистанционного формата обучения проверочные работы не провели весной нынешнего года. Перенесли на осень. Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал оценки за контрольные ставить не будут. Важно то, что результаты помогут понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно поработать дополнительно. Да и согласитесь, благодаря этому учителя смогут выстроить качественную программу на предстоящий год. Главное не забывать об эпид-безопасности. Необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы учащиеся смогли ответить на вопросы по пройденным материалам в комфорте и без угрозы для здоровья. Для пятых и восьмых классов проверочные работы являются обязательными, а в девятых классах их проводят в режиме апробации по решению руководства учебного заведения. Да, кстати, вот уже две недели, как идет учебный год, и вместе с его началом стартовала работа по анонимному социально-психологическому тестированию школьников. Каждый год в учебных учреждениях Краснодара проводят профилактические мероприятия в целях недопущения распространения наркомании и алкоголизма. С начала сентября уже провели информационную работу с педагогами и родителями учащихся. Уже составлены графики, и завтра, 15 сентября, начнется анонимное тестирование детей и подростков. Это процесс поэтапный. На первом этапе проводится социально-психологическое тестирование в образовательных организациях. Что касается медицинской процедуры, это профилактические медицинские осмотры, которые проводятся в медицинских организациях. Профилактические медосмотры проводятся уже на протяжении нескольких лет. Тесты всех учеников обработают до 15 ноября. Если результаты вашего ребенка покажут, что он в группе риска, то с ним будет работать психолог. Такие меры предпринимаются для того, чтобы школьники не попали в путы зависимости. Итоги анонимного тестирования подведут уже 30 ноября. А мы идем далее. Скоро краснодарским бизнесменам станет тесно. В выходные в город приезжали будущие предприниматели. В нашем городе прошел финальный этап Олимпиады среди школьников молодые менеджеры и предприниматели Кубани. Кто из учеников оказался лучшим, узнала Татьяна Зеленова. 60 школьников из разных городов и поселков Кубани приехали в Краснодарский филиал финансового университета, чтобы показать свои способности и креативный ум. В их числе была и Милена Исакиду. Она готовится представить комиссии свой проект «Походную сумку-холодильник» и пока еще не знает, что станет победителем. Легкими движениями рук сумка превращается в стол. И это изобретение у девушки не первое. Это рюкзак-холодильник. Внутри рюкзака находится сам холодильник. Милена любит рукоделие и походы. На перекрестке этих интересов и родились два ярких проекта. Но несмотря на явные способности к бизнесу, девушка связывать с ним свою жизнь не собирается. Видимо, для нее есть кое-что поважнее денег и популярности. Я планирую поступать в медицинские университеты. Эти проекты являются моим хобби, поэтому я не стараюсь связывать с ним жизнь. Я хочу лечить людей. Олимпиада молодые менеджеры и предприниматели Кубани проходит уже в шестой раз. Ежегодно ученики девятых и одиннадцатых классов со всего края проходят конкурсный отбор заочного этапа. А после соревнуются на очном. И лишь у лучших из лучших появляется шанс взять золото. Ребята готовят свои проекты, направленные на развитие туризма, предпринимательства, бизнес-проекты готовят. Очень много хороших, качественных проектов в этом году конкретно по развитию туризма. Также ребята касались проблемы COVID-19, как данная проблема коснулась нашей страны в целом, нашего края. Большое всегда начинается с малого. К слову, Степ Джобс начинал в гараже. Кто знает, возможно, кто-то из этих школьников в будущем поразит весь мир своим изобретением. Татьяна Зеленова, Андрей Токмаков, телекомпания «Краснодар». Еще одно мероприятие накануне состоялось в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении. Там подвели итоги конкурса детских рисунков. В нем приняли участие юные пассажиры в возрасте до 12 лет. О том, как прошел день награждения, узнаете через секунду. В этом году Краснодарский электротранспорт отмечает сразу два юбилея. Троллейбусу исполнилось 70 лет, а трамваю уже 120. В честь этих дат КТТУ провело конкурс детских рисунков. Для его маленьких участников и их родителей устроили экскурсию по Восточному трамвайному депо. Там же выбрали лучшие работы и наградили всех юных художников. Этот конкурс организовали впервые. В планах сделать его традиционным. С учетом того, что конкурс стал востребован, с учетом того, что порядка 60 участников этого конкурса прислали работы, работ порядка 80, мы поняли, что конкурс востребован, и поэтому планируем ежегодное проведение данного мероприятия. В этот день маленьких пассажиров и их родители провели по территории депо. Показали, где моют и ремонтируют трамваи. Мы с Артемом долго мечтали каким-то образом попасть в депо, и когда увидели конкурс, поняли, что это наш шанс. И нарисовали вот такой трамвайчик. Мы действовали сообща, потому что это было непросто. Спасибо вам всем. Жюри выбирало лучшие рисунки по номинациям. Романтичный трамвайчик, приветливый кондуктор и внимательные водители. К конкурсу подключились спонсоры – детско-юношеские общественные организации. Они подготовили для детей теплые поздравления, грамоты и, конечно, призы. С самого малого мы воспитаем и вкладываем всё самое лучшее. И этими замечательными рисунками дети показывают свою активность, заинтересованность. И мы, как организация, которая ведёт пропаганду безопасности дорожного движения, для нас это очень важно. Детские работы выполнены в разных техниках – акварель, карандаши, гуашь и фломастеры. Участникам конкурса очень понравилась экскурсия и особенно призы. О конкурсе мне сообщила моя мама. Я решила принять участие, попытать удачу. Нарисовала я два трамвая – новый и старый. Также два троллейбуса в депо и водителя троллейбуса, и его троллейбус рядом с ним. Я заняла первое место, чему я очень рада. И моим призом был электросамокат, который был моей мечтой, которая исполнилась. Сегодня я принял участие в конкурсе портретов трамвайных. Вот этот один мой портрет, а вон там второй. Один у меня трамвайчик на воде, а второй влюблённый. Я заняла почётное третье место. Я очень сильно рад такому подарку – аэрохоккей. После подведения итогов конкурса детям показали самый старый вагон в депо – ретро-трамвай. Но для ребят сюрпризы не закончились. В субботу, 19 сентября, для юных участников проведут новую экскурсию. В этот раз ребят прокатят на трамвае по одному из городских маршрутов. Оксана Ехимович, Алексей Товстенко, Лев Гамиев, телекомпания «Краснодар». Ну, не только художественные, но и спортивные умения демонстрируют краснодарцы. Юные горожане Артём Мусаилян и Алекс Саракониди стали призёрами престижного турнира по джиу-джитсу – гимназиум, который прошёл в Москве. Артём стал победителем в категории 14-15 лет, вес до 58 килограммов. Спортсмен провёл две схватки, одну из которых завершил досрочно. А Алекс, выступающий в категории 11 лет, вес до 40 килограммов, провёл четыре схватки и уступил лишь в финале, став серебряным призёром турнира. Тренер ребят отметил, что карантин немного изменил тренировочный процесс, но не помешал отлично подготовиться к первенству. В турнире приняли участие 800 спортсменов со всей России. О других спортивных достижениях горожан расскажет Сергей Овчинников. Остались без мяча. Накануне футбольный клуб «Краснодар» отправился в Волгоград, где должен был встретиться с местным ротором. Но из-за того, что у волгоградцев после сдачи тестов на COVID-19 у нескольких игроков они оказались положительными, матч отменили. По итогам шести туров подопечные Мурада Мусаева располагаются на 11-й строчке с активом 8 очков. Но у чёрно-зелёных есть ещё один матч впереди, и поэтому позицию в турнире всегда можно сменить. Долгожданная победа. Накануне гонбольный клуб «Скиф» сразился с Акбузатом из Уфы. Встретились команды в рамках четвёртого тура Суперлиги. После финального списка краснодарские фанаты могли воскликнуть от радости, потому что подопечный Георгия Заики наконец-то завоевали свои первые очки. Итоговый счёт встречи 31-23 в пользу краснодарцев. А волейбольный клуб «Динамо» встаёт на путь истины. Последний поединок для подопечных Константина Ушакова закончился триумфом. Не заметили сопротивления наши девушки против волгондонского импульса. Итоговый счёт встречи 3-0. После пяти туров предварительного этапа Кубка России «Динамо» занимает третью строчку с 10 очками в активе. Надеемся, последние победы пробудили от сна Марию Перепёлкину и компанию. И дальше нас ждут только победы. И на этом у меня всё. Если хотите быть в центре городских событий, заходите на наш сайт tvkrasnodar.ru. Там можно найти всё и новости, анонсы, любимые проекты. И смотрите наши прямые эфиры в удобном формате со смартфона, планшета или ноутбука. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.